Уважаемые посетители канала, для вас моя личная библиотека, авторская. По ссылке, которую я даю под каждой программой, вы можете перейти в библиотеку и бесплатно воспользоваться моими книгами. Будете знать столько, сколько знаю я. Всего наилучшего. Арган передать вам цветы. О жизни такого человека должна была появиться книга, и она, конечно, появилась. Так уж сложилось. Автор книги, вице-президент Федерации тяжелой атлетики Российской Федерации, заслуженный тренер России, создатель журнала «Олимп» Владимир Салтыков. И, к сожалению, ни Владимир Салтыков, ни Василий Иванович Алексеев не дождались выхода книги. Так уж сложились обстоятельства. Подготовка книги велась тщательнейшим образом. Все материалы проходили тщательную проверку. Все домыслы и неподтвержденная информация сразу же отвергалась и не допускалась кубликации. Те, кто прочел книгу, говорят, что книга во многом документальна и отображает происходившее в то время событие. Гордость страны. Вот это такие люди. Это человек, который переворочил вот в этом зале не одну тысячу тонн металла. Добрейшей души, да. Не знаю, как для других. Я вот прожил с ним 50 лет. Добрейшей души. В самом начале книги автор пишет о том, как возникла идея создания книги, как она создавалась, о переезде семьи Алексеевых в город Шахты и о первых, первых, первых таких ласточках успехов Василия Ивановича на международных турнирах. Спасибо большое, дорогие друзья, коллеги, уважаемая Олимпиада Ивановна. О Василии Ивановиче говорить можно бесконечно, говорить можно самые добрые, самые славные слова. Вот, и как о спортсмене, и как о человеке. Я хочу сказать буквально два слова. Являясь членом нашего совета, Олимпийского совета Ростовской области, Это одно из тех изданий, которые, понимаете, хочется читать, хочется дочитать. И хочется сделать из этого издания, из этой дни, сделать какие-то свои выводы для себя, как для читающих. Я не силен в спортивной части, которая здесь описана. Я думаю, есть у нас достаточно специалистов, которые это все знают, это все понимают. Но я хочу сказать о другом. В этой дни есть стержень, есть идея. И изложено это все так просто и понятно, как это может понять простой человек. Сам говорил, что переходил к новому упражнению только когда горло подкатывал. Ему действительно не требовался допинг. Он компенсировал химию фантастической страстью и азартой. Работал не до седьмого, а до двадцать седьмого года. И продолжал, чтобы помать рекорды, как пирожки. Первую тренировку он начинал с 12 часов дня. Выбирал самое-самое жару. Он себя ставил в условиях, в таких, в которых тяжело бороться организмом. Он как раз ставил эту задачу. По мосту ничего не было. Песочек, две резины и штанг. В книге подробно рассказано о том, как начиная с 1970 года в жизни Василия Ивановича начинается победоносный период. Специалисты были в недоумении. Как никому неизвестный спортсмен из провинциального городка бьет один рекорд за другим. Сегодня говорим. Эта книга писалась не год, не два. Эта книга писалась порядка 12 лет, начиная с 2007 года. Владимир Анатольевич Сантыков приехал в шахты. Виктор Анатольевич Дорохин начал свою книгу писать о своей трудовой деятельности. И Владимир Анатольевич приехал апрепетировать руководитель Виктор Анатольевича. Он приехал в начале января 2007 года. Вы знаете, что день рождения Василия Ивановича, 7 января, на Рождество, Владимир Анатольевич попросился попасть. Значит, поздравить Василия Ивановича, о чем он, конечно, с удовольствием воспринял такую просьбу. Втроем, 7 января 2007 года. Виктор Анатольевич Дорохин Виктор Анатольевич, такой вопрос. Чем объясните Ваше удивительное чемпионское долголетие? Почитал общаться. Я думаю, это будет всем интересно. Эти люди имели личные беседы с ним в ходе тренировочного процесса, соревнований, минуты отдыха. В них передаются собственные взгляды, суждения, оценки, выводы как из своих выступлений на помосте, так и от постоянно сменяющих друг друга соперников. Конечно, это, мне кажется, даже какая-то авторская удача. Я приглашаю на эту сцену и хочу передать микрофон Поротникову Геннадию Петровичу, близкому другу Василия Ивановича, заслуженный шахтер России, кавалер ордена «Шахтерская слава» второй и третьей степени, ветеран спорта. Я микрофон не держал уже лет двадцать, волнуюсь, не знаю, что сказать. Но я единственное, наверное, скажу вам, чтобы вы вдвоем в выступлении разделили. Вы знаете, какой юморист был Василий Иванович, и серьезная от юмора все-таки вы в своем сознании разделили. Две сотки земли, и будет музей готов. Средства надо народным землем, а вот директора музея и экскурсовода вам и сказать не надо. Вот он перед вами стоит. Я буду работать на общественных началах, не надо мне зарплату. Я в вес шахтерский солидный получаю, в пенсию солидный получаю. Мне не нужны ваши бюджетные деньги. Я буду работать тем более. У меня повышенное образование. Ну тот точно на двадцать лет моложе будет. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. И теперь мое время, к сожалению, мое закончилось. Спасибо, спасибо, спасибо большое. Спасибо. Александр Владимирович, о Вас уже так много рассказали. Я все равно Вас, конечно, приглашусь. Лучше шесть микрофонов. Да, спасибо. Уважаемые Олимпиады, Ивана, Дима, Даша, все члены семьи Алексеевых. И у нас сегодня во всей мировой тяжелой атлетике и в Советском Союзе, и в нашей стране праздник сегодня, который подарил нам Василий Иванович. Я думаю, что это будет пятьдесят лет сегодня, будет сто лет он всегда этим праздником и останется. Потому что этот рекорд никогда в жизни никто не побьет. И сегодня, вот когда мы здесь собрались, здесь у нас, получается, ветераны спорта Ростовской области и молодежь, которая сегодня здесь присутствует. И вот Василий Иванович сел на эту восточную трибуну и полтора часа, и я-то не мог понять, кому трибуна... Действие говорили, что эта методика подходит только ему. Он доказал, что это не так. Я хочу присоединиться к нашему разговору и подняться к нам сюда олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта СССР, почетного гражданина города Шахты Виктора... Ну, я, наверное, не с того поколения, но я не могу, наверное, похвастаться, как вы его знали, как ровесники, или которые вместе с ними работали и тренировались. Я его застал, ну, скажем так, когда я устанавливал рекорд в 600, я в детский сад ходил. Когда я начал заниматься тяжелой атлетикой... Он вступал в беседу только тогда, когда собеседник заканчивал свой монолог. И никогда, как бы он не был несогласен с человеком, он не позволял себе упрекнуть его в чем-то или там пуститься в нравоучение. Никогда не позволял себе сорваться, хотя его неоднократно в жизни на это провоцировали. Не раз беседовала с Василием Ивановичем радиожурналист Дон ТР Анна Ивашенко. Она сегодня у нас в зале, и я уверена, что он вас скажет. Василий Иванович, что будет с другой стороны. Здравствуйте, все дорогие, знакомые, любимые мои эфирные гости. Коллеги подтвердят, что жизнь журналиста — это встречи, это тысячи встреч. Сотни остаются в памяти, единицы остаются в сердце. Одна из таких личностей... Он ли автор, ведь он же и сам стихи писал, или это чьи-то стихи? Потому что каждый раз, когда я спрашивала, Алексей Иванович, а кто автор? Он каждый раз отвечал по-разному. Так что не знаю. Если кто-то знает истину, скажите об этом сейчас. И вот это четверостишнее, оно и стало для многих людей своеобразным напутствием. Сам по себе живу и пью, и свет горит в моем огне. Я проживаю жизнь свою, а не навязанную мне. Спасибо. Глава книги, конечно же, посвящена семье. Семье, которую он безумно любил, в которой он чувствовал себя спокойно и уверенно. Он был счастлив, когда рядом находились жена и дети. Олег Писаревский пишет. Он очень любил в семье. Его крепкий тыл и помогали Василию Ивановичу сосредотачивать свое внимание на покорение новых высот в спорте. Приехав в город Шахты в 2002 году, я стала счастливой. Мне доверили такую миссию, как провести юбилей Василия Ивановича Алексеева, 60-летие. Но если сказать, что я волновалась, это не сказать ничего. И сказали, что Алексеев будет сам. Вот эту любовь, которая с годами Василия Ивановича и как человеку, как спортсмену не угасает. Вот сколько молодежи пришли сегодня поддержать. Низкий вам поклон и слова горячей благодарности. Даша, ага. Понятно. Мы сегодня говорили, множество вот этих вот вещей. Они, конечно же, обогащают. И я хочу обратиться, наверное, прежде всего к молодежи, которая сидит. Потому что вот все, что мы говорим, многие люди, члены семьи, это все. Нужно продолжать молодым. И сегодня стихотворение, посвященное Василию Алексееву, поэта Тихонова, читает лауреат международных конкурсов, участник детского телевизионного шоу «Лучше всех», лауреат детской театральной премии «Золотая маска» Андрей Тробышев. Ось, подняв от старого вагона, он вступил с железом в тяжкий спорт. А потом со штангою из дона выходил, как дядька Черномор. Рвал ее со дна и со снаряда. От песка зернистого желта, словно из огромного ушата, возмущенно падала вода. Притяжение, одолев земное, на помост явился словно миф. Его встречали люди стоя, пыл души в овации вложив, и сердца тревожно замирали. Взгляды всех приковывал помост. Рвал железо человек из стали, доставаясь штангой до звезд. В схватку с ним вступали миликаны, средь которых слабого места нет. Собирая силу, как вулканы, жаждуя рекордов и побед, Он смотрел со смешкой на гигантов. И, теряя веру в свой успех, грозная, как гордо дуэлянтов, Понимала, он сильнее всех. В спорте победить нельзя, случайно. Труд упорный на олимп ведет. Одному ему открылась тайна, Как создать заветный клуб 600. На его спортивном небосклоне Свет рекордов мировых сиял. Десять лет он царствовал на троне, А потом взошел на пьедестал. В шахтах встал он выше терриконов, Геркулесом русским на скале. Чемпион среди всех чемпионов, Нам оставил штангу на земле. В 1977 году журнал «Спортивная жизнь России» провел конкурс читателей. И в десятку сильнейших за всю историю Я желаю подрастающему поколению тоже быть такими И брать пример вот с таких наших сильных земляков. Вот здесь представлены книги, которые каждый из нас сегодня может приобрести. Я уверена, что эта книга не будет пылиться у нас на полке. Вы ее прочтете, и наверняка каждый почерпнет для себя что-то очень важное и необходимое. Спасибо, что вы были сегодня вместе с Василием Ивановичем. Вы знаете, что я автор многочисленных книг по естественному оздоровлению организма. Если вас какие-то книги заинтересуют, и вы хотите их приобрести, Пожалуйста, обращайтесь ко мне на мою электронную почту. Цены вас приятно удивят. Плюс моя бесплатная библиотека всегда открыта для вас.